В этом году в Ленинском округе по губернаторской программе было установлено 4 детские площадки. В поселке Развилка новую игровую зону ждали с нетерпением и, наконец, она наполнилась детским смехом. Поскольку рядом находится пруд, стиль площадки связан с водой. Теперь здесь каждый ребенок может почувствовать себя отважным мореходом или кровожадным пиратом. Но в морских баталиях никто не пострадает. Площадка покрыта резиновой крошкой. На открытие пришли около 20 мальчишек и девчонок. Именно им выпала честь перерезать атласную ленту. На праздники юных жителей поселка ждали конкурсы и настольные игры. Окунуться в детство решил и глава муниципалитета. Ну-ка, давай, покажи, как ты... Молодец! Здорово! Попал? Здорово! Я могу сказать, что у нас в нашем детстве никогда таких площадок не было. И те площадки, которые сегодня по губернаторской программе строятся, Ну, это самое настоящее чудо для детей. Это их дом, их праздник сегодняшний. И я уверен, что здесь это место пустовать никогда не будет. Новое место отдыха – радость не только для детей, но и для их родителей. Оценить площадку пришла многодетная мама Ангелина Киропян. Игровая зона приятно удивила местную жительницу, а ее дети сразу протестировали горки, качели и паутинку. Здесь площадки никакой не было. Были какие-то останки от площадок старой. То есть небезопасная площадка была. Здесь было страшно с детками гулять. А сейчас все, я вижу, переобразилось. Яркое, красивое. С удовольствием с детками будем ходить на эту площадку. Мне понравилось тут то, что сначала этот самый вид – это один большой корабль. И тут есть много чего мест, которых я даже не узнал. Только сейчас понял. Мне площадка очень нравится. Новая, красивая, разные цвета. И мы с друзьями будем всегда приходить и играть. Водяной уехал, а дом остался. Еще одной точкой благоустройства стала детская площадка в Слободе. Ее оформили в сказочном стиле. Качели, оленький цветочек и комплекс «Дом Водяного» – какие игровые элементы ждут юных жителей на улице Надеждинской. Первой испытать детскую площадку пришла двухлетняя Катя со своей бабушкой Клавдей Луговской. Очень долго мы ждали эту площадку. Наконец-то дождались. Очень нравится нам. И деткам нравится. И теперь только на новую, на нашу площадку. Где наша новая площадка? Нам, говорит, дядя построил. Очень нравится. Еще две площадки, установленные по губернаторской программе, находятся в деревне Мильково и на Малонагорной улице в Видном. И на этом благоустройство игровых территорий в округе не заканчивается. В данный момент, уже конец лета, мы начали ходить, встречаться с жителями. Сейчас порядка шести адресов обошли, собираем пожелания и будем формировать программу на следующий год. Муниципалитет растет. С каждым годом здесь появляются все новые юные жильцы. Поэтому так важно обустроить для них комфортную городскую среду. А главной оценкой качества проведенных работ станет звонкий детский смех. Александра Столярова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно и ТВ.